И всем привет, ребят, с вами Мстербанька, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным анонсам обновлений, сегодня у нас четверг и сегодня мы поговорим о том, что же у нас появится завтра и сразу могу сказать, наконец-то, наконец-то возвращение про битв уже с завтрашнего дня имеется. Очень большое количество обновлений по пушкам и немножечко еще по дронам, обо всем по порядку пройдемся, больше по сути никаких у нас обновлений нету, единственное, только появилась еще информация по поводу секретной вечеринки о том, что совсем скоро разработчики расскажут о том, как можно будет забрать те призы, которые ребята не смогли забрать и я в том числе, поэтому за секретной вечеринкой потихонечку просто следим. И скоро будет новая дополнительная инфа. Ну и что же у нас тут по списку обновлений? По списку обновлений у нас завтра обновляется лобби, по сути выходит все то обновление, которое было на тестовом сервере, обновление полного лобби, то есть все картинки будут новые и теперь оно будет выглядеть немножко другим образом, да, то есть как-то более упрощено, более выглядеть будет, наверное, лучше, да. И чуть-чуть поменяются там клики, да, то есть чуть-чуть по-другому все это будет работать, но в целом по сути ничего там такого страшного нету. Обновлены пробитвы, увеличены повышенные фонды и опыт, введено дневное ограничение на число кристаллов и опыта, которое можно заработать в пробитвах, непонятно, правда, сколько, сколько можно заработать, я так понимаю, что завтра это в видеоблоге скажут, либо это будет где-то еще написано, когда ты заходишь в саму битву, но здесь не написано по этому поводу ничего. Снято ограничение на получение кристаллов и опыта во всех пробитвах, добавлены чат-каналы для разных форматов пробитв, то есть у нас теперь есть возможность в любой пробитве, в любом форматном бою зарабатывать кристаллы. Хэллоу, полигон ЦП, хоре рельса, хоре вас по рельсу, хоре варышечка, возвращение, возвращение, легендарное возвращение, это точно будет актуально, 100%, потому что я знаю безумно большое количество игроков, которые в этом формате очень любили поиграть, при том, что он был прибыльный. Посмотрим, конечно, насколько будут сильно увеличены фанды и опыт в пробитвах, и будут ли они дополнительно сверху еще увеличиваться, когда у нас есть повышенные фанды и опыт в игре, если да, то это супер жестко, и это полноценное возвращение пробитв, об этом мы уже узнаем тоже завтра, если это так, то это будет супер сильно и круто, но если нет, то такое, но пробитвы это уже бодряк, это бодряк. Мы и на стримах сможем вместе с вами играть, и так какие-то каточки могут залетать, супер сочные, аппетитные, поэтому это очень-очень круто. Дальше, пушка-огнемет, по сути все, по пробитву у нас дальше информации нету, дальше у нас изменения в балансе вооружений, и здесь выглядит все страшно, но на деле я бы не сказал, что здесь есть что-то страшное, здесь по сути цифры очень-очень слабо меняются, быстро по всему по порядку, пройдемся и внесем ясность. С огнеметом увеличивают и стандартный урон, и, а нет, критический урон как раз таки снижают, то есть стандартный урон становится выше, крит снижается, процент слабого поражения увеличивается с 10% до 25, и при этом написано, что урон наносится огнеметом 4 раза в секунду, то есть 4 тика в секунду вылетает, и теперь поэтому цифры будут меньше, да, то есть не пугайтесь, просто у вас в секунду 4 тика, и поэтому будет больше цифрок, и они будут поменьше. С фризом такая же самая ситуация с тиками, я так понимаю, это со всеми ближнебойными пушками будет работать, и процент слабого поражения здесь тоже увеличен с 7% до 25, то есть на, как это работает, на большой дистанции, да, когда вы только-только прикасаетесь своим выстрелом, да, то есть, ну, продув, продув надувалочкой, короче, контентовой своей, и та самая грань, которая на самом большом расстоянии работает, она раньше резалась очень сильно, а сейчас будет целых 25%, то есть идти от полного урона, это, ну, я вам скажу, что неплохо, это неплохо. Изиду увеличивают и стандартный урон, и критический урон, при этом лечение уменьшается, следовательно, что? Правильно, Изида с вампиризмом супер жесткая имба, прямо сейчас я уже могу это сказать, хотя здесь, наверное, не так сильно что-то меняется, да, то есть чуть-чуть там урончика, ну, по сути, ладно, короче, может быть, Изида будет актуальна, может не будет актуальна, я тут сначала думал, что тут, как говорится, цифры посерьезнее, а тут повышается на 5, 5 урона больше будет, ну, ладно, тогда никакой имбы на Изиди своим миризмом не будет. Пушка Тесла увеличивается и стандартный урон, и критический урон, ну, вот с Теслой там уже, я не знаю, зачем увеличивать, она и так хорошая в балансе там, теперь будет точно в пробитвах Тесла онлайн конкретная, критическое время перезарядки шаровой молнии увеличено с 7 секунд до 12,8, ну, то есть при фулл прокачке у вас будет просто 8 секунд вместо 7, да, при МК-1 у вас будет 12, тут, в принципе, по этому поводу все написано. Молот увеличивается и стандартный урон, и критический урон, вот что касаемо молота, это точно будет очень хорошее обновление, возможно, возвращение легендарного викинга молота, помните, как мы бэмсили, и это работало супер-супер круто. Дальше, пушка Твинс, стандартный урон снижен, критический увеличен, время перезарядки увеличено, то есть это, по сути, я бы сказал, нерв, да, это нерв. Хоть и криты увеличиваются, но время перезарядки увеличивается, стандартный урон снижается, хоть и не сильно на 5 единиц, Крит увеличивается на 35 минимальный, максимальный на 70 Это круто, но если время перезарядки будет дольше твинсинок То есть они будут медленно вылетать То это уже такая себе темочка, не суперинтересная Хотя, если вот этот показатель является МК 8 То здесь чуть-чуть, вообще совсем миллисекунды А вот крит бодряковый, может конечно и твинс даже и быть супер жестким Не знаю, посмотрим Рикошет, крит урон увеличивается Время перезарядки тоже увеличивается Баллона не совсем сильно А, подождите, а что то есть? А, при полной прокачке тут походу ничего не меняется Сила дачи снижена Смока, стандартный и крит урон увеличивается Страйкер, критический урон тоже увеличивается Еще жестче будет, еще вкуснее будет накидывать Пушку гром, как я и говорил, что гром, что шахт будет нерфить Гром нерфит, стандартный урон, критический урон при этом повышают Также нерфят кувалдочку чуть-чуть, делают ее слабее Но написано, что должна оставаться такой же актуальной в ближнем и среднем бою То есть здесь написано про ближний бой Но я для себя понимаю, что это и средний бой тоже хорошо работает Поэтому в осадочке может быть гром и будет дальше себя хорошо показывать Хотя если критический урон увеличен И можно скрит отдавать по 1230 Может быть даже будет какой-то смысл поиграть и попробовать какие-то другие устройства Но это проверим По поводу рельсы, скаут занерфили, все остальные устройства не трогают Ну в принципе логично, скаут на этом фоне выглядит самым интересным Поэтому его немножечко поднерфят Но я думаю, что это тоже не особо сильно будет заметно У Магнума стандартный урон снижается На 50 единиц в максимальной прокачке И критический урон повышается на 140 единиц Ну в принципе тоже неплохая вещь Режим серийного огня, дальность максимального и минимального поражения снижается на 50% Теперь это устройство будет работать исключительно в ближней боечке В ближнем бою оно будет актуально В среднем и большом Ой, блин, боже, в каком среднем и дальнем расстоянии Она будет, ну такая себе тема Не актуальная Только с критами Если бэмсить, тогда будет работать хорошо Бустера нерфят еще жестче На нем еще кто-то играет Или кто-то на нем наваливает Прям жестко актуально Я не знаю, но это уже прям супер дикие нерфы Снижено с 15-30 То есть было 30 при фулл прокачке Становится 20 Сайт 20 при фулл прокачке Это полное уничтожение, как по мне, бустера И теперь уже в нем актуальности, я думаю, что никакой не будет И есть два изменения по ловкачу и кризису Это то, что теперь эти два дрона не дают дополнительное ускорение Только повышение максимальной скорости То есть, я так понимаю, что старт Старт у этих двух устройств будет более долгий А так максимальная скорость все так же будет хорошая Но я думаю, что это не сильно будет заметно Стандартный бонус Плюс 1 метр в секунду Ускорение при активации и ускорении Пока продолжит действовать Здесь и далее выбирается только дополнительное ускорение Которое сверхстандартно выдавали эти дроны Ну, короче, понятно Так, ну и угол наведения по горизонтали для мобильного клиента снижен с 6 до 4 градусов В целом, что я могу сказать Большое количество изменений Но, по сути, по факту, тут не так много чего интересного будет Теслочка бодряк Молот бодряк Надо тестить, смотреть Громчик может быть тоже интересный с какими-то другими устройствами Насчет смоки, хоть и увеличивают, но я все равно, не знаю А, крит снижают Значит, ну, короче, не знаю Я не верю в эту смоку Просто не верю в нее Для меня она вообще какая-то стала, ну, такая Максимально неинтересная Ну, и страйкерочек Ну, бодряк Ну, бодрячок Ну, больше крит, это вообще кайф Дико страйкер, имба Наваливаешь, контентишь и делаешь ветерочек Поэтому все четко Ну, а с таким бустером Теперь, что я могу сказать Лавкач Волком Лавкач Мета Супер Бомбочка Навальчик Все можно делать именно на нем Бустер Ну, как говорится Пора, пора забывать про этот замечательный дрон И все к этому и шло Можно пробовать кемпера Может быть, тоже будет очень хорошо работать Просто надо его с респа Более грамотно, качественно использовать Может Лавкача Брать И забывать про все Как-то так Пишите, что вы думаете по поводу всех этих обновлений Пишите, что вы думаете по поводу выхода новых пробит Будем играть вместе с вами или не будем, ребяточки? Если будем по лайкозавру на стримчик Подписочку на стримчик, говорю На видос Подписываемся на канал обязательно Если еще вы вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики Ну и также не забывайте про замечательный тег создателя контента Смогу ли я вам быстро показать его? Да, смогу, конечно смогу Так, 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 так Где, 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 где экран мой? Вот он Тег создателя контента Настройки Аккаунтик Снизу Мой личный тег Тимп Устанавливайте его Поддерживайте меня этим Плюс Участвуйте в розыгрыше Вся информация по розыгрышу Есть в описании У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok